МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о некоторых темах. Звонок прозвенел в городских школах, дан старт новому учебному году. На особом контроле три образовательных учреждения не смогли открыться в обозначенные сроки. И на благо природы нефтяники Муравленко приняли участие в общероссийском субботнике. Начну с происшествия. Один человек погиб, и еще трое были травмированы в результате ДТП. Оно произошло накануне в пятом часу вечера в нескольких километрах от города в районе АЗС. По словам одного из участников аварии, водителя автомобиля КИА, он вместе с пассажиром, выехали из Губкинского и направлялись в Башкирию в отпуск. В районе АЗС, расположенное перед Муравленко, впереди его авто оказался грузовик, который включил указатель правого поворота и начал выполнять маневр на заправку. Водитель иномарки притормозил и в этот момент увидел, что по встречной полосе двигается ВАЗ с 15-й модели. В какой-то момент Жигули неожиданно выехали на полосу встречного движения и столкнулись с КИА. В результате ДТП пассажирка 15-й, сидевшая на заднем сидении, погибла на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир были госпитализированы. Все они жители Муравленко и работники муравленковских коммунальных систем. В иномарке также пострадал пассажир. По факту ДТП проводится проверка. В школах встретили самый главный праздник всех учеников – День знаний. В муравленковских образовательных заведениях прошли торжественные линейки. Учителя провели первый единый всероссийский урок. Он был посвящен 20-летию принятия Конституции Российской Федерации. Как и в других образовательных заведениях города и страны, в многопрофильном лицее сегодня отметили День знаний. Старшеклассников поздравили представители администрации, Управление образования, руководство учреждения. И я вам завидую по-доброму, потому что сейчас в вашей жизни в учебниках есть ответы на все задачи. Сейчас рядом с вами люди, которые всегда помогут, поддержат, не сделают замечаний. И всегда рядом с вами. Цените. Многопрофильный лицей – старшая школьная ступень. В новом учебном году здесь будут обучаться 205 новоиспеченных лицеистов. Им предстоит два года напряженного труда. Но и перспективы у выпускников лицея – самые лучшие. Лицей – территория молодых, территория успеха. В этом году в рейтинге старших школ лицей первый по результатам ЕГЭ. Лицей первый по результатам выступления. Вопросы по профилям. Вам огромное спасибо за это. У 11-ти классников начинается ответственная пора. Выбор будущей профессии и подготовка к предстоящей итоговой аттестации. Пусть кажется, что впереди еще год. Время пролетит незаметно. И его нужно использовать с толком. Самое главное – выучить те предметы, которые надо будет задавать. Это прямо вообще. И очень страшно то, что я не выучу эти предметы. Я определилась с профессией. Ну, вуз еще в несколько буду подавать. Думаю, что в 11-м классе пополню свой багаж знаний и с удовольствием сдам ЕГЭ на отлично. Хотя бы 80-90 баллов. Сегодня в лицее появилась еще одна традиция – встреча старшеклассников с представителями местной власти. Александр Подорога предложил задавать ему искренние вопросы, отметив, что заранее подготовленные будут видны сразу. Я, отучившись в педагогическом вузе, смогу приехать сюда и устроиться, внести что-то новое в образование. Будет ли у меня гарантия? Ответ следует незамедлительно. Для того, чтобы понять и сделать свою жизнь гарантированной в какой-то степени, вот с сегодняшнего дня, да, с завтрашнего дня, вы должны хорошо учиться. Банальность, но эта банальность определяет ваши дальнейшие будущие. Вы хотите, чтобы вас взяли в лицей, работать преподавателем, придите в этот лицей со всеми пятерками из высшего учебного заведения. Вопросы задавали самые разные. О спорте, поддержке городского движения КВН, жизненном самоопределении и многом другом. Беседа получилась искренней и непринужденной. Важно, что муравленковская молодежь может предлагать свои проекты городским властям и быть уверенной в том, что городские власти готовы оказать поддержку в их реализации. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. В субботу, 31 августа, в Муравленко с рабочим визитом побывала Ирина Сидорова, директор департамента образования округа. Она приняла участие в ежегодном августовском совещании педагогов и затем провела ряд встреч. В преддверии нового учебного года руководитель департамента побывала на объектах, требующих повышенного внимания со стороны муниципальной и окружной власти. Подробности далее. Детский сад «Солнышко» планировался к сдаче подрядчиками еще к 20 августа. У строителей отсутствовал материал, производство простаивало. Теперь кассеты, которыми предстоит обшить здание, на подходе. В данный момент здесь работает бригада субподрядной организации из Омска. Процесс сдвинулся с мертвой точки, но объем работы предстоит еще проделать немалый. Основной вопрос – сроки сдачи объекта. Внутри, если все готово и фасадная часть, и крыльцо будет доделаны, то с задней стороны они пусть пару дней дорабатывают, а детский сад может начать работать? Не имеем права. Почему? Потому что при посещении детей в данном учреждении строительная работа должна быть завершена. А что, будем до октября, что ли, ждать? Нет, мы до октября ждать не будем. Мы будем действовать, как я вам и сказал, максимальный срок, который мы будем, это 15-й число. Следующий объект – средняя школа номер 5. Внутри проводится большой объем ремонтных работ. Обновили оборудование в столовой, поменяли полы, сделали текущий ремонт в кабинетах и коридорах. Но замена оконных блоков и последующая обшивка здания затягивается. Как и в «Солнышке», здесь работала бригада строителей «Ремстройгарант» из Ноябрьска. Сроки, как и в предыдущем объекте, сорваны. Сейчас подрядчикам помогает общество с ограниченной ответственностью «Север». Я думаю, до 2-го числа, вот это час, вот это час, и это час сделано будет. Но у нас задержка с материалом. Даже если он сам позвонил в завод, общался, и то материал долго. Материал какой? Вот эти панели? Кассеты. А когда они будут? Ну, каждый день отправляют. Сегодня пришла машина, послезавтра еще одна машина будет. Новый детский сад, не поседы. Подрядчики должны были сдать в эксплуатацию в июле. Из-за недопоставок оборудования он также не открылся вовремя. В связи с тем, что не удалось из-за безобразной работы первых по контрактам подрядчиков своевременно работу организовать, теперь уже, ну пусть качественно завершится работа с новыми подрядчиками. Поэтому одна неделя или две теперь уже определяющими не являются. Все дети распределены в детские сады, все дети закреплены за школами. Я бы хотела пожелать успехов, но в сентябре, безусловно, дети в эти учреждения пойдут. Итак, подрядчикам предстоит в самые короткие сроки подготовить три объекта повышенного внимания муниципальных и окружных властей. Татьяна Сорокина, Тимофей Сапивник. Новости нашего города. С Днем Знаний Муравленковцев поздравил начальник департамента регионального развития компании «Газпромнефть» депутат Тюменской областной думы Сергей Белкий. Уважаемые педагоги, дорогие ребята и родители, поздравляю вас с Днем Знаний и началом нового учебного года. Это наш общий праздник. Он дорог всем поколениям. Светлые воспоминания об этом дне согревают нас всю нашу жизнь и вдохновляют на добрые дела. Образование было и остается важнейшим аспектом становления и развития каждого человека. Это залог успешного будущего. От тех, кто сегодня сидит за школьными партами, студенческих аудиториях, зависит будущее Муравленка, Ямала и всей стороны. В этот праздничный день от всей души желаю работникам образования, здоровья, профессиональных успехов, мудрости и терпения. А школьникам и студентам воплощения в жизнь самых смелых замыслов. Пусть в новом учебном году вам покоряются самые высокие вершины знаний, притворяются в жизнь самые смелые замыслы, а в дневниках и зачетках появляются только отличные отметки. Предварительные итоги летней оздоровительной кампании были подведены на пресс-конференции с участием представителей администрации Управления образования, социальной защиты, культуры и молодежной политики города Муравленка. Все подробности в материале Арнеста Бавшина. В целом летняя кампания прошла без серьезных сбоев. За три месяца не фиксировались серьезные случаи травматизма, массовых заболеваний детей, так же не было. Иными словами, главная задача, поставленная организаторами летнего отдыха, была выполнена. Кроме этого, в минувшем сезоне были значительно расширены направления выездного отдыха для детей. По направлениям отдыха, по выездному отдыху у нас традиционное направление Черноморское побережье, юг Тюменской области, средняя полоса России и за границей осталась. Единственное, поменялись базы в этом году. На юге Черноморского побережья мы отдыхали в новых базах, это радость. Буревестник, Дюна, это по путевкам департамента молодежи, политики и туризма. Средняя полоса России в этом году у нас расширилось, участие в мусульманском лагере в Казани. И за границей в этом году мы побывали в одной смене, это на острове Сицилия, Италия, где тоже впервые нам вот представилась такая возможность. Перед тем, как отправить детей на отдых в эти лагеря, их досконально проверили, как представители муниципалитета, так и окружные власти. На основании результатов этих проверок были составлены рейтинги летних лагерей. И в дальнейшем те места отдыха, которые набрали меньше всего баллов, будут исключены из списка, и, соответственно, дети туда не поедут. По линии социальной защиты населения путевки на санаторно-курортное лечение получили дети с хроническими заболеваниями и состоящие на диспансерном учете. В этом году нам выделено 100 путевок для поездки детей, которые у нас хронически больны и состоят на диспансерном учете. Путевок всего выделено на сумму более 7 миллионов, это больше на полмиллиона, чем в прошлом году. Эти денежные средства предусмотрены в окружных программах. Из 100 путевок 34 путевки – это мать и дитя. В основном это Черноморское побережье, хороший санаторий, стоимость путевки от 34 тысяч до 120 тысяч за путевку. То есть качественное лечение получили дети. И организован выезд детей в санаторий Тараскуль, 66 путевок у нас. Еще в сентябре группа выезжает. То есть наше санаторийно-курортное лечение не ограничивается летним периодом. Оно у нас продолжается до ноября месяца. Также в городе были организованы ставшие уже традиционными пришкольные лагеря. В них отдохнули 766 ребят. Стоимость путевки для родителей составляла всего 1350 рублей. Полная путевка стоила порядка 8 тысяч рублей. То есть большую часть затрат все-таки муниципалитет взял на себя. В трудовых отрядах поработали и отдохнули 500 детей. Администрация контролировала качество и объем работы, выполняемый ребятами. И в этом отношении, говорит Елена Молдован, замечания были. С нарушителями дисциплины проводили профилактические беседы, а кого-то и наказывали рублем. Но в целом все прошло хорошо. Таковы предварительные итоги летней кампании. Окончательные результаты объявят в конце сентября. Эрнст Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. В минувшие выходные в рамках года охраны окружающей среды в стране прошла акция «Всероссийский экологический субботник. Зеленая Россия». Организаторы – Российский экологический фонд «Техэко» при поддержке общественных экологических движений. Активное участие в мероприятии приняли и сотрудники «Газпромнефть» Муравленко. За последние месяцы это уже не первая экологическая акция, которую проводят сотрудники «Газпромнефть» Муравленко. Напомню, ранее нефтяники занимались только посадкой деревьев. Начиная с прошлой недели, около двух десятков сотрудников компании приступили к очистке от мусора улицы Дружбы Народов. Это акция продолжения начатой программы «Зеленая планета». Сегодня очередной ее этап. Сегодня мы убираем от мусора улицу Дружбы Народов. Значит, наша территория запланированная – это вот от входа в парк и до улицы строителей. Вот сегодня мы уберем. И это еще не конец. Нас ждут очередные этапы программы «Зеленая планета». Следующий этап – это уборка мусора вокруг зеркального озера. Это где на лыжах катаемся, за сопкой. Все, кто принимал участие в экологической акции, это добровольцы. Как отметил Валерий Сопрыкин, это тот случай, когда личные интересы и корпоративные совпадают с общественными. Его слова подтвердил и другой участник «Субботника» Радик Минибаев. Я всегда считал, что если ты хочешь жить в чистоте, то в первую очередь надо начинать с себя всегда. То есть первым делом надо своим примером показывать людям, что хоть иногда надо там, где мы живем, приводить в порядок эти места. Пусть мы не можем каждый день этим заниматься, но хотя бы иногда можно этому время посвятить обязательно. И мы же трудимся не для кого-то, а для самих себя. Мы сами же здесь живем, и порядок – это самое главное. И всем же приятно, когда чисто вокруг. За час с небольшим улица Дружбы народов стала заметно чище. Силами работников «Газпромнефть Муравленка» было убрано несколько десятков мешков различного мусора. И задача всех горожан – поддержать эту чистоту и порядок в городе. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. И это была завершающая информация о выпуске. Впереди вас ждет прогноз погоды на завтра. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова